У тебя очень хорошо. Получаются путевые заметки. Я многое читал из того, что ты написал о Дании, о Швеции, о Европе вообще, о твоих путешествиях, о где-то там в Греции ты была. На Родосе? Нет? Где? Ну, я... Вот Родосе это единственное место, в котором у меня точно не было. Меня не было. На Кипре было. Не на Кипре, а на Крите. На Крите, да, на Крите. Ты очень хорошо это всё написала. Но когда были пути, были путевые заметки. Вот если в Соединённые Штаты будет ещё какой-нибудь путь, ещё что-нибудь напишем. Пока президент Обама, который страшно любит критику, это заметно, что он её сильно любит, конечно, не запретил нам въезд на территорию США, но грант у университетов, которые хотели нас пригласить, послушав нашу критику и мои лекции по Дэвид Сон радио, американскому, почитав мои статьи, решил, что не стоит на нас грант тратить. Ну, вообще университеты, да, слишком политкорректны. Когда решался вопрос о приглашении на лекции, твои, мои, наши выступления не способствовали такому решению. И нам деликатно отказали. Ну да, политкорректный университет, это что-то совершенно чудовищное. Они, значит, долго согласовывали программу, потом вдруг, а, опоздали. На этот сезон не успеваю. Ну, а следующий сезон обсудим как-нибудь позже. Вот. Политкорректность американцев удивительная вещь, конечно. Я думаю, что это не политкорректность американцев, потому что американские журналисты тоже жалуются. Конечно, никто их не прессует, не лишает их печати, но про Абану уже ведутся разговоры, которых не было, скажем, о Буше, что он очень любит критику. Ну, это значит, что после того, как он уйдет, о нем будет сказано много такого, чего он, конечно, не хотел бы услышать, даже и после ухода. Любой человек, который мнит себя миссионером, который считает, что он призван изменить лицо мира, он в очень опасном положении. Его идеология, она способствует тому, чтобы он любую критику воспринимал как вражеские происки, любой гран фанатизма и сознание собственного избранничества, это никак не соседствует со свободой слова и с любовью. Конечно, слаб Абана, чтобы развалить мощную американскую свободу, но не надо вытрущаться, хладнокровнее, маня, хладнокровнее, вот не надо мнить себя призванным, изменить лицо мира, черты континентов, перезагрузка. Венни, в виде вице, пришел, увидел, победил, в кризисе завяз. Бритологи считают, что вполне реально, что Обама напросится на то, что редко в последнее время случается с американскими президентами, что он просто на второй срок не пройдет. Да, это вероятно, потому что объяснить все нежеланием республиканцев поддержать его программы, я думаю, что ему не удастся. Тем более, что это все-таки косвенное проявление позиции граждан Соединенных Штатов, которые не очень поддерживают его, безусловно, эмоциональные, позитивные призывы. Но когда речь заходит о их практической реализации, это наталкивается на какие-то очень прикладные проблемы, нехватки бюджета, нежелания одних граждан платить за безделье от других. Ну и вообще за мировые отношения, не надо было говорить, мы сможем, есть какие-то вещи неизменные, бедность и богатство, закон всемирного тяготения. Может быть, это признак времени, вот этот пиар в социальной области, пиар пустой, которым занимаются и Медведев, и Путин, и Обама. У них аудитория разная. Аудитория разная, да, уровень этого идеализма нет. Нет, ну почему? Сошло. Один раз сошло. Когда, во-первых, и Маккейн получил отнюдь не 4% голосов, а больше 40%, и выборы промежуточные в Конгресс показывают, что ну не скушали это американцы. Давно демократы так не проваливались. Врать не надо. Сейчас американцам будет стыдно, что их развели как каких-то лохов на невыполнимых обещаниях. И они, естественно, это выместят на Обаме. А ему надо было вести честно избирательную компанию. А как правильно? Развели как лохов или развели как лохов? Ты знаешь, это надо спрашивать у знатоков Арго. Я не знаю, как здесь ставить ударение, но так или иначе развели как лохов. Да, американцы не любят оказываться в дураках. Обаме надо было честно вести свою избирательную компанию и обещать только то, что реально можно сделать. Но гордые призывы – это всё-таки очень сильный популизм, это очень сильный инструмент. Видишь, он работает и в Соединённых Штатах. Я думаю, что здесь кто на новенького ещё сыграл фактор, американцам очень хотелось доказать, что они не расисты. Вот они это доказали. Их хватит. А теперь можно успокоиться. Да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!